На этой неделе во Дворце культуры Губернаторский начала свою работу школа сельского работника культуры «Перезагрузка горизонта будущего». В этом году она пройдет в два этапа. Первая сессия состоится с 30 января по 3 февраля. Вторая продолжит работу с 27 февраля по 3 марта. За 10 дней учащиеся получат знания по основам культурно-досуговой деятельности в свете современных требований и подходов к ее организации. Большое внимание будет уделено написанию проектов, направленных на развитие учреждений культуры и территории поселений, анализу грантовых программ. Эта школа возникла как спутник программы «Народная инициатива». С прошлого года «Народная инициатива» стала работа на территории Ульяновской области и в рамках этой программы стали ремонтироваться клубы. Это выделение и областных средств из бюджета и это также население, которое согласно ремонтировать свои клубы, тоже собирало небольшие деньги для того, чтобы эта программа состоялась. В прошлом году порядка 60 клубов было отремонтировано по «Народной инициативе». И было предложение Сергею Ивановичу, нашему губернатору, о том, чтобы они не хотели было подучить кадры. И мы согласились на это. Основные контингенты школы – это поселенческие работники культуры, которым не хватает образования в этой сфере. Судя по итогам прошлого года, положительные плоды работы школы уже есть. Многие вопросы во время обучения, конечно, затрагивались. Они были настолько раскрыты, показаны. Особенно эффективно было, конечно, это выездные и практические занятия, где мы познакомились с успешным опытом работы других учреждений. И, конечно, мы это все учитывали. Конечный этап обучения – это было создание концепции развития культурно-досугого центра. Очень полезный для нас документ оказался. Мы его по сей день активно используем. Занятия по сценарно-режиссерским технологиям массовых программ проведут старший преподаватель Самарского института культуры Татьяна Чердовских и директор Ульяновского театра «Кокол» Александр Калтун. Реализация проекта включает теоретические и практические занятия с посещением областных государственных учреждений культуры. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.